вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока баннеры баннеры находятся компоненты баннеры прежде чем начнем разбирать встроенный компонент джумал 4 баннеры несколько слов об этом то есть вы должны понимать баннеры это связано все с рекламой но никто к вам не обратиться на сайт повесить разместить свой рекламный баннер за который вы будете получать деньги пока ваш сайт не будет хоть как-то популярный то есть на сайт должны заходить люди ежедневно трафик поэтому сейчас мы просто рассмотрим как устроено это в джумал 4 на что можно рассчитывать используя этот функционал насколько он полезен но использовать мы это сможем на сайте только когда сайт наш будет популярный в среднем я могу вам сказать то есть если вы хотите прям весомые деньги ощутить с сайта других людей до которые будут заказывать вас рекламу это от 1000 уникальных посетителей в сутки каждый день к вам в сутки заходят уникальные посетители то есть это уникальный это значит один человек вот зашел на сайт вам он один считается уникальным то есть если 2 вам зашел это другой человек он считается уникальным если один и тот же человек вам на сайт зашел несколько раз это уже не уникальный визит он один раз зашел и только его первый визит будет считаться уникальным как подсчитывать уникальные вот эти вот все посещения да но счетчики на сайт элементарные просто вешаются там в кабинете там яндекс вебмастер например будет видно или можно повесить на сайт чтобы это внизу отображалась именно количество посещений на сайт в любом случае тысячи уникальных посетителей в сутки стабильно это зависимости конечно от тематики сайта если вы только начинаете это много к этой цифре надо идти нужно самому рекламироваться нужно полезный контент на сайте иметь чтобы люди к вам заходили и так далее но я сейчас немножко отвлекся но вы должны понимать что эти баннеры не работают в принципе они вам не нужны они будут нужны только при том что сайт у вас вырастет и здесь в этих баннерах самый минимальный функционал хватит ли вам его потому что есть отдельные сторонние компоненты которые можно узнать на сайт где есть там глубокая статистика большой перечень настроек необходимых здесь самое элементарное вот самое простое и я не знаю даже хватит ли такого функционала никогда этим не пользовался не использовал самые базовые моменты здесь есть ну и давайте рассмотрим вообще как это работает первое что здесь нужно создать чтобы разобраться и посмотреть вообще что здесь к чему нам нужно сначала зайти здесь в категории то есть вы баннеры разворачиваете здесь есть категории по умолчанию как обычно в jumla одна категория здесь есть вы ее можете просто отредактировать поменяв ей название удалить альяс удалить заголовок можете по-русски написать свое название категории давайте создадим вторую категорию тест категория 2 остальные настройки я тут не рассматриваю здесь все то же самое если вы все мои уроки смотрели думаю здесь не составит труда заполнить фотографии категории если это нужно самый элементарный функционал да то есть это вывести модуль фотографию баннера или это произвольный код человека который вам предоставит этот код на сайт этого баннера и компонент баннера способен считать клики показы ограничения кликов это не система принятия платежей через сайт коммерции тут нет это вы договариваетесь с клиентом отдельно переписывайте с ним созванивайтесь он вам оплачивает например рекламу на неделю на месяц и тут можно установить на неделю на месяц и ограничение по показам можно сделать автоматически 10 раз баннер посмотрели он будет прятаться здесь такой элементарный функционал конечно же присутствует после создания категории следующий последовательный важный шаг это создать клиента нужно просто тот клиент который к вам обратился пишите там его имя здесь может быть просто заголовок имя пишется его здесь его email не знаю по поводу уведомлений будут ли приходить какие какого рода уведомлений с джумла связаны с баннерами я сейчас на локальном хосте нахожусь это надо проверять на хостинге будут ли доходить письма но например когда баннеры перестали показываться из исчерпался лимит то что он оплатил это может быть например письмо ему отправлено что ваш баннер там больше не показывается но этот это под вопросом не знаю будет ли джума отправлять это надо смотреть вот здесь вы смотрите тип оплаты как раз таки насколько он вам оплатил показ его рекламного баннера на вашем сайте например каждый месяц записывать показы записывать клики но это полезная вещь это статистика она в любом случае будет нужна клиенту можно будет экспортировать статистику ему отправить элементарно за скрини даже админскую часть сайта где будет видно показы клики там или через трансляцию экрана ему показать что это там не подделка реальные показы там я не знаю в общем я просто не знаю я не рекламщик я не знаю насколько этот функционал полезный вот этот баннер насколько хватает будет хватать вот этих опций на мой взгляд здесь самые элементарные опции я знаю что есть более серьезное решение и не знаю будет ли он востребован то есть у меня осталось впечатление что это очередной компонент в джума который но на в третьей версии был в четвертую перекочевал очередной функционал джума который вообще бесполезен вот я не понимаю я уверен что есть более функциональные элементы заменить вот эти баннеры на какие-то там всплывающие окна до которые точно будут использовать многие вот скажем эти баннеры мне кажется вообще ну это мое личное мнение может быть у вас мнение другое напишите в комментариях об этом полезен ли вот этот функционал как вы сами считаете дополнительная информация можно здесь указать да нет мета данные ну ключевые слова можно здесь перечислить keywords если это нужно для этого клиента и также на сайте вы будете здесь встречать и в клиенте и в общих настройках баннеров использовать свой префикс вот тут внизу можно подписать префикс это какое-то маленькое короткое слово которое будет подставляться к ключевым словам и в 10 есть вот описание видите префикс метатега keywords по которым будет выполняться поиск сопоставления метатегов keywords баннера с метатегом карус на текущей странице сайта при сопоставлении ключевых слов для сопоставления баннеров со статьями на основе ключевых слов ищите только ключевые слова с этим префиксом это может улучшить производительность ну надо на практике смотреть я так понимаю поиск по сайту и так мы с вами создали клиента здесь кстати будет список клиентов если будет несколько да здесь сразу можно будет видеть и кликать вот пока все по нулям тут будет виден его баннеры его рекламные эти материалы типа оплаты сразу можем то есть для нас например мы забыли освежить память не заходя внутрь сразу видеть что каждый месяц через месяц ему надо будет оплачивать дальше а есть статистика вот как раз таки здесь сразу информация покажется как только мы один баннер выведем по нему кликнем мы сразу будет статистика по кликам по всем этим делам далее мы переходим с вами баннеры и создаем первый баннер заголовок там например первый тип баннера вот здесь вот смотрите может быть произвольный код это например вам реально дадут код вот сюда в это поле можно будет разместить его дальше повесить урал обязательно любой баннер сопровождается урал адресом это тот рекламный сайт с которого люди будут переходить с вашего сайта вот на этот сайт который он рекламирует через баннер до обязательно будет урал я уверен в этом иначе этого уже будет читаться не баннер описание можно произвольно добавить мы будем смотреть на примере изображения потому что тоже баннер обычная фотография тоже может быть кликабельный например вам выдал изображение клиент вы загружаете его суда в медиа-менеджер я воспользуюсь просто дефолтным изображением jumla также ширину высоту баннера просто в пикселях можно здесь прописать можно оставить пустым добавить альтернативный текст вот как раз url который будет на этот баннер помещен кликабельным будет эта картинка до добавить можно произвольное описание также здесь состояние опубликовано категорию вот мы создавали категория 2 или без категории можно выбрать также вот можно прикрепить и тут есть описание что за прикрепить если один или несколько баннеров в категории является прикреплены они будут иметь приоритет над баннерами которые некой прикрепленные то есть это несколько баннеров будет у вас на сайте можно будет порядок и менять если они в одной модульной позиции находится прикреплены я так полагаю будут выше находиться дальше параметры вот тоже интересная опция максимальное количество показов мы сейчас прям с вами это проверим пять раз баннер показался и автоматически скроются картинка баннера это может быть такое что человек оплатил вы поставили такие условия что вы берете деньги за показы и плюс еще в течение месяца например баннер этот будет показываться если без ограничений просто здесь ничего не трогаем баннер будет все время показываться можно поставить пять раз давайте посмотрим мария как это реально работает количество показа количество кликов здесь будет отображаться и можно будет сбрасывать это по этим нажатием кнопки если это будет продление скажем на следующий месяц оплатил тот же баннер в той же модульной позиции сайта тогда сбрасывайте эти счетчики этот же баннер будет продолжаться как бы с нуля показываться здесь обязательно привязываем клиента к этому баннеру который оплатил данный баннер тип оплаты но здесь просто продублируем на месяц он оплатил здесь тоже проставляем тоже записывать показы использовать параметры клиента можно выбрать или выбрать да ну то есть мы в клиенте когда клиента создавлять создавали мы выбрали записывать показали нет но можем здесь выставить тоже да да здесь тоже в принципе ничего делать не надо можно метод таки words дописать через запятую если префикс будет использовать можно префикс тут добавить сохранить закрыть а по сути первый баннер с вами сделали здесь кстати будет список баннеров здесь можно отсюда прям кликнуть вот так вот чтобы это было прикрепленный баннер да но этого не зафиксированный баннер не думайте что типа при прокрутке сайта он будет фиксироваться здесь такой возможности нет здесь виден информация клиент вот показа смотрите 0 из 5 и вот как будет 5 из 5 реально баня скроется эта функция работает это хорошо клики тоже будет показано количество кликов и в процентном соотношении и идентификатор баннера все бы ничего но теперь чтобы на сайт это вывести нам нужен модуль переходим панель управления переходим модули и в джумле создать есть свой баннер модуль вот он вы можете неограниченное количество создать на сайте рекламных таких вот позиций под баннеры берем название баннера заголовок если вот этот мы скрываем можно здесь его скрыть позиция важный момент где баннер будет показываться клиентам да давайте сайт бар справа мы с вами уже знаем эту позицию ранее сюда добавляли другие модули состояние опубликовано здесь в принципе больше в этой колонке делать ничего не надо окно браузера вот тоже интересно во всплывающем окне когда человек будет переходить по баннеру кликать уже на рекламный сайт как он будет переходить новое окно всплывающих но как-то вам удобней количество баннеров да вы видите количество баннеров для показов пока баннер один можно поставить один или можно оставить как бы если пока баннер один то можно принципе не трогать этот эту опцию клиент выбираем его здесь категория тоже выбираем его здесь Здесь поиск по метатегам нет, если вы добавляли это ранее в сам баннер. Здесь можно выбрать порядок показа этого баннера. Прикреплен порядок в Joomla или прикреплен в случайном порядке. Добавить текст в верхний и нижний колонн титул. Это будет над баннером текста или под баннером какой-то текст. Но учтите, когда баннер будет прятаться, если показа его закончится, то текст вот этого колонн титула будет оставаться. Вообще модульная позиция, этот сам модуль, он не будет прятаться. Будет прятаться только сама картинка рекламная. Здесь вы решаете, на каких страницах баннер отображается. И пока здесь все. Сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Вот наш баннер показывается. Смотрите, если баннер сразу не показался, очистите кэш браузера обязательно. Если у вас кэш включен на сайте еще, обязательно там тоже кэш надо почистить. Вот смотрите ситуацию. Кстати, да, вот по дизайну, если картинка вся должна занимать область баннера без стилей, потому что стили автоматически к баннеру присваиваются. Вы видите, у нас шапка баннер, так скажем, у всех одинаковая. Но тут можно скрыть, например, заголовок. Вот этот заголовок первый. Тогда он не будет показываться. Вот. Но если тут еще и рамочка у нас все равно остается, то я вам подскажу такую небольшую хитрость. В модуле, в дополнительных параметрах, стиль модуля просто поставьте нет. Нон – это нет. Отключение стиля модуля. Если я обновляюсь, вот картинка, во-первых, стала шире, потому что убрались отступы. И она стала, по сути, вот во всю ширину, так скажем, сайтбара. Вот баннер показывается. Вы помните, у нас там с вами 5 кликов. Давайте мы сразу проверим, как это работает. Мы перейдем с вами в компоненты баннера. Видим, что показы есть. То есть это буквально обновление страницы. Если я здесь обновлюсь, уже 5 показов есть. И все, баннер скрылся. Даже кликов еще нет. Я ни разу не кликнул. Но баннер, видите, скрылся. Вот, кстати, отключение стиля модуля. Если отключаем, тогда баннер весь скрывается. Это, наверное, будет более правильно, что нет баннера вообще. Мы это с вами посмотрели. То есть вы видите, как работает это. Это можно просто скликать. То есть слабенький функционал, на мой взгляд, насколько я это понимаю. Вообще, в принципе, это коммерческая вещь. Это очень слабое в джумле реализованное, я вам сразу говорю. Это сразу видит клиент и скажет, да это что такое, я плачу за показы. А один человек может скликать весь бюджет. Просто несколько раз, загрузив страницу, показы будут показаны. И баннер скроется. Поэтому либо вы делаете неограниченные показы, но тогда клики. Один и тот же человек может кликать, и клики будут считаться. Понимаете, какая ситуация? Если взять серьезный функционал, например, Яндекс.Реклама, Яндекс.Директ. Там, скорее всего, будет видно, что человек с одного IP кликает с одного браузера. И не будет учитывать одни и те же клики. Будет учитывать только его первый клик. Вот такого функционала, конечно же, здесь вы не ждете. Здесь такого нет. Поэтому, знаете, это такой функционал школьный, скажем так. Вот реально, несерьезный. И вы извините, конечно, меня, разработчики Joomla. Но это не 2009 год, когда это все только начиналось. Joomla 4 вышла, но баннеры не стали каким-то серьезным функционалом. А иначе смысла тогда его здесь нет на Joomla, его держать здесь. Как будто для школьников это сделано. Вот честно. Я не говорю, что Joomla 4 там плохая или что-то. В остальном просто иметь сайт, но не трогайте компоненты. Все, все хорошо. Просто они же тоже дают и вес лишний. Поэтому моя бы воля, я бы вырезал вообще отсюда баннеры, РС-лента новостей, контакты. Из компонентов я имею в виду. Я бы оставил только умный поиск и теги. Лента новостей, контакты, баннеры. Все. Ну, что имеем, то имеем. Итак, я немножко отвлекся. Смотрите, баннеры. Зайду в баннеры и давайте сделаем без ограничения. Хоть раз кликнем на баннер. Обновлюсь. Видите, баннер показывается. Вот во всплывающем окне сайт показывается. Например, клиентский сайт. Еще раз обновлюсь. Еще раз кликнем, чтобы просто посмотреть, что статистика записывает. Но опять же, как я уже только что сказал, какой смысл в этой статистике, если она записывает клики одного и того же человека. Я два раза кликнул, обратите внимание, это не уникальные клики. Я два раза кликнул, да? И это все записывается абсолютно. Ну и глобальные настройки. Рассмотрим их здесь немного. Клиент. Все то же самое, только это глобальные настройки. Тип оплаты. По умолчанию, так сказать, для всех, можно сказать, да, клиентов выбрать. Каждый месяц. Переопределить. В каждом клиенте настройки можно. Записывать показы, да, нет. Учитывать поисковые системы, да, нет. Записывать клики и префикс meta keywords можно по умолчанию добавить. История версии, это, ну, есть она, нет, можете оставить. Это все, что у нас. Мы историю версии проходили с вами, это как и в статьях. Можно вызвать, например, при создании баннера из истории версии, предыдущую копию настроек этого баннера. Ну, здесь такое. Ну и права доступа. Все. По сути, баннеры мы с вами рассмотрели. Да, они заглянули в статистику. Как только статистика началась, вот все видно здесь. Клиент, Вася, показы, что кликали по его баннеру. Это можно заскринить, клиенту отправить или экспортировать. Сжать файл, да, нет. Имя файла и экспорт. Или удалить всю статистику. Давайте удалим. Подписывайтесь на наш канал.